У Бумов вот как раз таки есть шар, шарды, удар таска, колба мейден, куча замедлений, арена, копье, щит, фисты и лайфстилеры, а снизу тоже, конечно, можно перечислять все, что у них есть, но оно какого-то все такое ненадежное, что ли. Ненадежное, это то, что Кунка есть у ЛЖД, вот это герой, который может выдать много дэмэджа очень. Он такой, типа, именно для вот этой вот игры в борьбу, которую Бум навязывают, он хороший, потому что у него много жизней и он много урона сам дает. И в целом полезные способности в плане дизейблов, станов, там, инициативы и так далее. Я по этому поводу Кунку тоже считаю героем очень даже неплохим. Ну хотя бы есть бабка, да, хотя бы в этом драфте хотя бы кто-то бьет супернову, но реально вот Феникс великолепный пикс с точки зрения того, что все такое милишное. Бабка в этом плане, да, все милишное жирное. Бабки, жировички вот эти вот. И несмотря на то, что бабка есть, и она бьет яйцо, там Марс. Он ставит арену щит, то есть бабки на самом деле до яйца набраться, пробить его сквозь щит Марса. Я видел такую игру. Спирит играли с Бесткостами, и у Бесткост там был вот тоже жирный драфт, и Спирит их там Фениксом закрыли. Долби, ФВЗ, 44-й ранг, Тимс, тем временем 98-й, это уже Япаж, а нет, это был Тимс, 187-й Япаж, с кем тем временем 72-й ранг, Джекбойс, 32-й ранг, вот Амин, значит, у нас 50-ник, НТС, он же нафтусей, 6-й ранг, о, задрот, Фейсбьян, 42-й ранг, Ксин-Кью, 3-й, 4-й ранг, похер на ранг, Вайс, 5-й ранг. Поэтому Феникс, как бы есть ряд героев, которые могут быть тройкой и мидером, и кем угодно, может быть, кроме Кэрри, но лучше их делать саппортами, потому что разницы особо нет. А зачем платить больше, так сказать, если разницы особо нет? Зачем фармить больше, если все будет делать то же самое, это правда. Ну, посмотрим, как Феникс себя реализует, пока, кажется, линия сосется. О, Кимс на ФБ-шку отклеивается. Да, ЛГД, ребят. Нет. В Гарпиа говнодел приехала. Двойной ранг. Ну, делает говно, собственно, не просто так ее так назвали. С кем двойной ущерб забрал. Жестко. Но как есть. Внутри линии у ЛГД очень круто проходит. Сейчас Феникса тут додушат макака, видимо. Палка есть? Не-не-не. Уже потратил, да? Палку уже. Ну, все равно он не фармит. О, еще и апажу убили. Что-то... Вот это ЛГД, конечно, вот те самые, которые хотелось увидеть. Они просто даже вот... Душат с нулевой, что называется. Будет корабль? А корабля-то нет. Ну, него стики и фейерики вам, походу, не убьют. Опа, сзади еще бабка, походу, кукол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Типсов, просто да. Печенька в кунку, хорош. И трое-палкилл. Троек взял в одной игре. А Феникс, соответственно, 1800. Ну и все остальные позиции тоже, в принципе, на кураже. И бабка с трипалкилом там кайфует. И вообще намного. Терпичка ценов совсем никакая. Морозный пик, реки, дураком. Электрик, атехник, епаж. Сгибай типаж. Ой, Тимсу на лицо села бабка. Вот так вот. Бывает иногда в доте тоже. Ну и все. Когда ты даешь на двух саппортах два тп, когда вы и так сосете, и вы ничего не получаете, это так. Это может в ГГ писать, на самом деле, сразу. Ну, просто потому что это жесть. Это был момент, в котором они группы проебали. Пока, да, согласен, в ГГ это именно так. Напоминает наши тренировки в КБУ, только мы на месте, бум. А наши противники, лошади. А как ты? Он рейс проградил. Собей. Это пока не просто вынос тела. То есть, это даже не игрушка, а потом и против. Сделали LGD подарок. А возможно у них по лодыжке потекло, то что они типа, LGD, LGD, что делать. Ну, и против спирит играть, как будто бы тот что делал. Ой, заплёпки такая, ну, хороший шар. Давно много урона. Яйценко стоит. Ну, без шара, да, конечно, Яйценко. Он пишет, десятый минут только. Убирает тасик, пытается дать джекбой, сдать ответку какую-то. Ничего не поможет. Минус гарпия, хорош. Плюс линия у флейнеру. Ну, в итоге потеряли одного таска. Никого не убили в ответ. То есть, всё равно драка плюс для LGD. При том, что обе команды кучу резцев потратили. Нет, то есть LGD играет свою стандартную хорошую доту. Что за херня была вчера или там позавчера как-то? Вчера. Слушай, ну погоди, они приграли Сикрет. Типа, Сикрет оказываются крайне мощной командой. Но там даже было, там какие-то были невнятные... Нет, ну я помню, мы помним все там центры, ворошпит. В дизрика напали, да. Какие-то потерянные сами прежде всего были. А тут просто какой-то идёт... Короче, вот Андрей, он постоянно высказывает мысли сейчас. Погоди, а вот и лох. Получается так, да. Андрей постоянно высказывает мысль, которая мне кажется... Я вот понимаю, что он говорит. Мне кажется, может быть, не всегда она понятна. Просто что, ну что-то какая-то драка. Она что-то продолжается, что-то мы подерёмся. Короче, есть такой момент, что когда ты привык ебать, ты как бы привык ебать. И как бы, понимаешь... Ты привык уже изначально начинать драки с лучших условий. Ну, типа того, да. Ты привык, что вы в любой практически ситуации, вы не даёте заднюю, вы дерётесь. И вот ты, получается, где-то ошибся с пиком, где-то немного на линиях отсосал, но ты не собираешься менять вот эту вот общую концепцию своей игры, общую идею. Вот тебе и ответ. То есть это такой, как бы, понял, что ты таксист, садится пассажир, он такой, ну, быстрее, едь, быстрее. Я опаздываю. И ты такой, гонщик нелегальный. Профессии анализ. Да, и сразу повышает урон и хп, и ты начинаешь рассказывать, что да я на самом деле это в удовольствие, так-то я на самом деле, блин, чел, отцом и обизнес свой. Да, кунку. Кунка. Сейчас ходит яйцо. Яйцо поставил так, что все его ебут. Да, уж плохое. Ой, ты ж дурецел. Ну, что тут? Он поставил яйцо так, что все его ебут, чувак. Прямо яйцо. Яйцо нельзя показывать так. Конечно. Откровенно. Надо как-то немного хотя бы прятаться. Не, ну, у меня, по ощущениям, этот чел просто не умеет играть на Феликсе. Вот и все. Он Киеван собрал, он какой-то просто бил с лайфстилера, только ему бить не мог, ну и что, это помешало ему игру выиграть. Так, слушайте, ну вообще сейчас вот будем делать неплохо, потому что Ами улетел вниз, и нападение на нападение, в итоге только бабки смогут зажарить. Ну, это да, это мало. Мало-мало. Ну, они на самом деле хорошо сделали, они быстро среагировали, но LGD тоже молодцы, они просто очень на скоростях свалили, так скажем. Подходят и бьют бараки, сколько сносят, столько сносят, просто они не упарываются в них прям. Они там побили, нажали там БКБшки, атошли и добили. Да по идее вообще можно не уходить, ты можешь, если хочешь отпушить, что-то на кресте кто-то степнется, аппарат опролетит. Ну нет, есть фортафер, правда. Опа! Вот так вот! Кунку! Кунка! Куночка моя! Ой, вызывает Куночка. Ну все, все, Кунку вбили и потеряли. Ну, найс-трай в любом случае, без Эгиса Кунка был, его можно было убить здесь, почти не хотелось. О, оно! Это яйцо! Это ГГ! Это ГГ! Яйцо! Да, яйцо, конечно, так опять показал всем, раскрыл яйцо. Ну, игра не удалась. Кунка классный герой, в принципе, сам по себе. Он хорошо мид стоит, он много дэмиджа дает. В общем, нормальная тема. Может, вспомнить сейчас про Пангольера, господа из LGD, которого они постоянно брали? Возможно. Но похоже, что Пангольер против Кунки, наверное, не очень хорошо будет стоять. Хотя... Опа! Китайский шейкер. И так, ага. И получается, суппорт и ондайнг и шейкер уже, сто процентов? Да, да, скорее всего, так и есть. Это, конечно, может быть какой-то вариант визаж... Ну, нет, это визаж 3, сто процентов. А если визаж 3, то, значит, это суппорт и ондайнг шейкер. Осталось 10 секунд. И сила ондайнга в том, что он вроде милишный, но под него вообще любого кора можно взять и он любого кора запротектит. Абсолютно. А вот шар. Добирают. Опа! Эмбер спирит. Ну все, герой для Ами остался на последний. Эмбера решили в Кунку взять. Ну, такая пока для него нормальная игра. В принципе, его белка может привязать, ему там могут дать саундскрест, но все это можно и задоджить, и... Осталось 10 секунд. Ну да. И дровка, она стоит и стреляет. Да, но... Такое. Не стоит игнорировать то, что Бладсикер должен просто вперед ногами линию эту вынести. Против Визажа у него должен быть топ-1 Нетворс железно просто. Ну, Визаж Шейкер, да, это вообще не такая линия говна. А у него, по идее, инча с ним, да? Если у него инча, инча и Бладсикер, это просто космос. Ну да, да, да. Это линия, которая они должны... У него должно быть на 10-й минуте примерно минимум 5500 голды. На 10-й минуте. Иначе он проиграл линию. Ну, есть такое. Там еще и Кунг по идее Мид должен, ну, в теории, выигрывать, конечно, у Эммера. И на Харде вроде ничего, такая линия тоже банша. Короче, у Бум такой упор на линии, а потом как бы после линии, как говорится, поглядим. Ну, тут хотя бы у них есть задел, чтобы эти линии выиграть. Это тебе не Феникс, Тусик. Нормально. Даже анимации, правда, не было. Ну, НТС вынужден улететь, забудить Боттл. Можете позволить? Есть такой вот. А, вот и Вай. Ну, вот и Вай пошел умер облышку. Кстати, можно сейчас, не знаю, может быть, он, конечно, хочет вернуться на линию, но можно сейчас Эммер, чтобы прям разменялся с Кунгой, выпил весь Боттл. Забудить ему, вот и Вай. Можно, можно. Забудить на ситуацию. И РУН на ДД для ЕПАЗа, но МТС-Т6 есть у него чьиные. Моё уважение, на самом деле, но там, что-то больно. НТС, он умрет, сейчас, нет, не умрет улетать. Вот он, садись, разменялся, если что, Пора обузить Боттл. Шейкер, помоги. А вот и помогает Шейкер. Так, он куда-то откинул ремнам, но корабль в бухту Синкьюри, вот ФБ, Лепа Заклипалай, действительно здесь. Но он еще не забудил. Ничего он не забудил, там башу карно. Тоже я пашу, все еще как-то живет там, корабль. И это уже был конец. Но лайнинг, вот визаж и Шейкер, собственно, что-то ждешь от этой линии. Ничего хорошего не ждешь, это ты лининг? Диспо флангарда, виталия, залезел, торан, больше по попку можно прокинуть и вообще лицо разбить. Очень хорошее начало от Бум, все классно. На, с кем на НЧ, очень неплохо двигается, приблизали НТС, торрент не кидается, ой, там кентавр ждал его, ой, корабль, вот крест, только ТС умирает здесь. Не, ну молодцы его. Очень хорошее. Да? А это из-за того, что линии очень хорошие, можно двум суппортом стянуться в миг и Сикер вообще визажа при этом все равно не отпускает, и Больша стоит нормально с дровкой. Ну так и есть. На, директора поплавила. Ну, я надеюсь, что это последний визаж от ЛГД, который мы видим на турнире. Если это не последний визаж, то возможно это последний матч от ЛГД, который мы видим на турнире. Ну да, либо еще одного, и больше мы не видим ЛГД на этом турнире. Либо последний визаж. НТС полетел за Тимсом, влетел в него, ссора пошла, Тимс на Скаре пока что убегает. Ух ты, какой удар. Я этого я его убил в итоге. Там балочи хорошо на горку поставлены. С кем действительно играет без импетусов? Да, классика жанра. Классика, да. И вот еще момент, вот почему это так плохо, почему этот визаж так плохо. Потому что на нем играет не просто кто-то там, какой-то игрок там, который что-то там делает, а на нем играет фейсбьяна. Просто разворачивается, идет обратно порбить мид. То есть он, ну немного, ему негде порбить. выехали. Они не могут разбылать, как-то раскачать карту, чтобы больше спейса получилось. Просто нет спейса. Так, ну это до свидания. Ой, там все принимают. Успел, успел вернулся. Делал назад, ну и да, что-то миллиарды. Три птичек, можно его случайно и убить, одну, по крайней мере, иди сюда. Вторую сейчас повел. Да, непонятно, что-то. окей, какой-то шейгерсбайл, синхо, Патрон. Патрон залетел, сел. Прямо в сапец. Просто взяла. Вот насколько же все-таки в игре решает драфт. Прошлая игра мы такие смотрим. Да, вот бумчат. Ничего не могут совершенно. Абсолютно зеркальных ситуаций. Просто абсолютно зеркальная ситуация. А так я говорил, нет, что я помню давно много игр, где команды равны, а на другую убивать просто в салат, а потом наоборот. Большую здесь отдали, далековато уже зашли. Ну, Мерко, но не купил Локи, да и не купит, видимо, Локи тоже. А вдруг упит? Может, так выпит. Но, короче, до Мека, уважаемый артефакт, он очень дешевый, он дает хп союзникам. Это такая вещь, о которой не стоит сильно задумываться, что, типа, зачем здесь Мека, но она просто, типа, супер нашел, это просто. Слушай, у меня вопрос на засыпку. Смотрите. Плохая замедление. Там БКБ нажимается от пункта, сейчас пытаюсь сломать эту вышку, если это стол, глампу, ай-бой, дроп, что больно делаешь, что там. Тю-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Ба. Время. Я откидываю, что он не хватает. Хэм, как вот это? Подкрадывается, подвязали шейкер, пристрелили. Среди, вопрос на засыпку? А вот, эти, зубаки от Дайанга, они будут работать на шарт, я подумал что будет работать на синаграм little friend на адрес всех крипов и собора всех кого-то бульты отместили агер на кого-то а чё пинка тут так просто а он просто умер и вот на и тест перегонится большой блин это критическая вообще на самом деле это действительно грана это бога бы вынужден нажать бкб на самом деле туда его не отпускают люди такой фигней и не страдали не ребят если вы так будете мне конечно же где-то такие ребята им пальцев вообще не клади они всю руку отхватят сто процентов и что царе бум и смоки оба ами ами без бкб ой неприятно сейчас будут и муж сами знали мне у него бкб ой декой джекбой смеха кто-то ехал на реку никто не пиздел пока у я свои баллы не открывал хорошо все жаль бкб уже не одного забрали андринга за алятстан ой 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 на какая жесть кайт пошел корабль никуда чисто засейвится за дефц а но уже умирает я по сути по всему претер шагу бей меня но шанс но убила вас слушайте про ёбаном ну они очень плохо жмут кнопки это сейчас было просто по изи пил на дровке и все да да у него же нет for force не тебе принес чуть позже даже они вообще могли вы из контроля не выпустите убить и все ну вот это рискованно обошли ты тоже думал я тебя дровки докопаться но по ощущениям хотелось бы взять сначала сказать какой то даже я не знаю реально сказано не хорошо в спину заходит до куксин ксин как же ты хорош но на самом деле а никого не убили да так себе там вышиваться внутрь папами стоит . от просто улетает этот кинул команду свою он всем говорит бегите глупцы джекбойс тоже уже улетел ну все ладно это какая короче они сбивали тамбу примерно секунд 10 наверное станет уже они уже не понимаете происходит они не могут драться дровка в крутой позиции ксинк молодец всем ладно эта игра самая интересная была сегодня здесь хотя бы был какой-то типа камбэк ну как переворот переворот это выглядит как опять же игра двух разных по уровню команд я смотрел на линию смотрел на линию бывал крипов но вместо этого вместо чтобы реально хорошо фармить бум решили бегать что-то мутить и просто-напросто ну да мутились так сказать да вот мужик пошел куда ты пошел что это такое его андаин просто его варды поставил в блин разошел ну да шейки от дровка короче он пошел нагрызок ты только что говорил для кого речь спламенная твоя он вообще не слушал он ничего не слушал но я опять же я не осуждаю их игровой стиль если в какой-то момент он станет прям правильным выигрышным то ради бога но пока что мы видим что команды которые набирают преимущество которые отжимают карту и в макроэкономическом плане выигрывают они более успешно вот если он так раскачался ним да и там все проебали него и я видел в этом импакте либо это просто саппорт который вваливает дэмэджа значит и бегать пердеть без его либо нахрен ты нужен такой нормальный шейкер отдал но отдал в дрожано прям но я на своих 3 к рейтинга тоже понял что в целом и матча быть зарашить рошана чисто через и газ экзорцизм рискнуть да можно попробовать но что надо как-то и закончится это братская все плохо попробовать вот короче тоже на 3 к рейтинга свои понял что инчай это персонаж который изначально его как бы создатели намекают на то что ты должен урон наносить импетусами так хорошо а его нет а еще нет мне показалось что он встает вот варок секунд шедор ашана поэтому выигрывает драку объема б 1 прыгнуть краской же если просто три бога бы жарить ничего никого не зацепили по-моему он дабл кликнул сейчас все это проема на они без пока б коробок из то записаны кого-то дали раптера вендор ему погибать пока постоит конечно умирает они не могут просто не могут зайти это при том что шейкер дабл кликнул и вместо того чтобы туда ворваться он в сторону база отпрыгнул короче сводора ворвался возможно ничего хорошего бы не было но так хотелось красиво дать мыслись он до этого ворвался он бы там всех по уничтожил до хрена вы знаете они могли бы успеть поражать или бы к бэшки ну в любом случае да да закончилось это все раз два три я думал быстрее пойдет а там визу шли не вкусил рошана а еще побьет немного смотри смотри щас и побьет типа как раньше что урон кончается да сейчас они как будто бы принимаем бережет на новый год птиц наверное вставать мамка не дает ему птиц перевызывать пока снов умирают нравится рэйс по актеру взялся был мать мать ворон все ему ненормально да ёб твою мать это все раз это типа последние пакеты спи же это последняя игра дня у нас так будет всегда видимо да надо играть до конца все правильно борьба кончат поехали смог джеки бойс ни в одной драке не был 013 просто не присутствует в игре все что делает пове с крипами world warcraft пацана так т4 падает 2 т4 падает окей ждем чего ждем ждем пока упадет трон как вам такой тайминг там чувак так и говорит так ребята сейчас подождем пока упадет трон сейчас сейчас на стикере на SECRET 013 еще ща ща şа ща! Нихуя не сделано, сикеры.